Год назад Сергеево-Посадский роддом стал ковидным. За это время там появилось на свет около 600 малышей. Ни у одного не было выявлено опасного вируса. Внутриутробный вирус, судя по всему, не передается. А когда малыши появляются на свет, их сразу относят в чистую зону. Конечно, мамам хотелось бы обнять и поцеловать кроху, но время диктует свои правила. Алло, детское отделение. Сегодня ваш малыш весит у нас 3,2 кг. Кушает у нас по 100 мл смеси. Пуповина у нас отпала вчера вечером, все хорошо. Там раночка сухая, не кровоточит, все нормально. По анализам на ковид ребеночек у нас отрицательный пришел, анализ от 12 числа. И у вас 2 отрицательных анализа. То есть вы у нас уже планируетесь ближе к выписке. Фотографию можно, да. Ближе к вечеру малыша мы сфотографируем вам. Пришлем. Иду. Фото врач сделает вечером, потому что нужно заняться текущими делами, неотложными. Девочки, в рот, да. Сотрудники, как мне кажется, привыкли уже к работе. Но, естественно, все хотят вернуться к обычной жизни, к обычным родам, к лечению гинекологических заболеваний. Хочется, чтобы женская консультация наконец-то вернулась на свое место. Это пока перспектив мы не видим. В общем-то, заболеваемость, конечно, несколько снижается. Но сейчас стали говорить о третьей волне. Возможно, она придет и в нашу страну. В общем-то, где-то в апреле, в мае мы, наверное, это увидим. За этот год врачам Центра материнства и детства довелось столкнуться со сложными клиническими случаями. Недавно поступила пациентка на 32-й неделе беременности, у которой был диагностирован ковид и острый миелоидный лейкоз. Это злокачественное заболевание крови и костного мозга. При лейкозе здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками, что приводит к возникновению гематом кровотечений инфекций. Одной из особенностей является повреждение тех клеток, которые отвечают за кислородную транспортную функцию, это эритроциты, и, что очень важно для акушерства, было снижено количество тромбоцитов, это те клетки, которые принимают активное участие в тромбообразовании, в свертывании крови. Был снижен гемоглобин у нее и эритроциты ниже всех допустимых норм, что потребовало переливания и неоднократно тромбоцитарного концентрата. Большую помощь акушерам и реаниматологам оказали сотрудники отделения переливания крови, своевременно и в нужном количестве, снабдив медиков нужным концентратом. Примерно через неделю от момента поступления женщина была прооперирована, геосовесечение было сделано, операция прошла достаточно успешно. Сейчас пациентка переведена в Московский гематологический центр, а врачи принимают других пациенток с диагнозом ковид. Олеся приехала из Черноголовки. Девочка Ксения. Вы сразу имя придумали. 3-400. 3-400. Поздравляю вас. Спасибо. Как давно вы сюда приехали? Или со схватками? Нет, я приехала вообще с температурой. На четвертом лежала в этаже. Неделю пролежала. Все врачи замечательные, персонал подлечили меня. И вот сегодня, на 38-й неделе, вызывали роды. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вот только пока не могут видеть друг друга. Волонтерская организация на прошлой неделе нам завезла около 100 наборов. Туда входят пледики из чистой шерсти, шапочка, носочки и игрушки. Шапочки, носочки и пледиками такими мы закрываем недоношенных детишек. Вот один из таких ребятишек вы видите. Сейчас мы его сфотографируем и пошлем фотографию маме. Личико и видно было паспорт. Затем мамы все хотят видеть все-таки пол своего малыша, что его никто не перепутал. У нас это девочка. Вот такие носочки вы видите, шапочка. Все хотят, чтобы не было третьей волны ковида. И чтобы не нужно было работать в защитных костюмах и вытаскивать тех, у кого большое поражение легких. Но пока областной центр материнства и детства, что в Сергиево-Пасадском округе, продолжает работать как ковидный роддом. Оксана Мирошникова, Кристина Макаревич, Евгений Шевченко. Тема.